Идея эстафеты в том, чтобы каждое поселение Одинцовского района вспомнило о героях, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны, победах и своей истории. В Барвихинском поселении акция началась с экскурсии по местам воинской славы. Сегодня с утра уже школьники проехали по всем памятным местам нашего поселения и по воинским захоронениям, и по памятным стеллам и памятникам односельчанам, не вернувшимся с полей сражений в Великую Отечественную войну. Везде возлагались цветы, венки. Школьники приготовили к каждому памятнику свои стихи, обращения. Равнодушие и боль, спрячьте люди, айсберг ледяной, растопите в сердце. Белых птиц своих, отпустите в небо. Верю счастья на земле. Будет вечно. Разложите цветы к памятнику Павшему. На фронт ушли 170 жителей поселка. Больше половины из них не вернулись. Школьники посетили все мемориалы, расположенные в разных уголках Барвихинского поселения. Памятник местным жителям в Подушкино. Стеллы в Жуковке и Рождествено. Четыре воинских захоронения, самое крупное из которых – воинское мемориальное кладбище. В ноябре 1941 года на базе санатория Барвиха был развернут госпиталь Западного фронта. Сюда привозили раненых, в основном молодых солдат. Многие умирали от ран и их хоронили здесь же, на территории санатория. На кладбище лежат 163 героя – защитников Москвы. Их великий подвиг – юное поколение барвихинцев обещает никогда не забывать. Они отдали жизнь за то, чтобы мы сейчас жили мирно. У меня служил прадедушка Гриша. Он погиб на Курской дуге. В Великую Отечественную войну сгорел в танке. Он был танкистом. Спасибо нашим солдатам, спасибо большое, что они защищали. И теперь мы живем под чистым небом. Также в рамках эстафеты у культурного центра в Барвихе прошел митинг памяти. В нем приняли участие военно-патриотические объединения, ветераны войны, школьники. Ребята провели акцию «Бессмертный полк», пронеся фотографии героев по улицам поселения. А после митинга состоялся концерт, посвященный закрытию очередного этапа эстафеты «Салют Победе». Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.